Добрый день уже пациенты. Сегодня мы рассмотрим с вами случай сухости и отслойки кожи на головке члена. К нам братился молодой человек, у которого наблюдалось, как видите на картинке, такая сухость кожи, шелушение и прямо отслойка, то есть она мелкими пластами отходила, как бы старая кожа от головки полового члена и под ней обнаружилась также краснота. Данный пациент длительно лечился в КВД, без анализа с диагнозом был на постель кандидозный, им был применялся крем 3DR наиболее часто или Акридерн ГК, это два основных крема, ну и соответственно никаких обследований не проводилось за исключением анализов носителей свеч гепатиты. Ну когда в принципе, вот смотрите, мы не видим с вами налет такого, который описывается при кандиде, уже странно, что такой диагноз выставляется. Мы видим сухой налет и отслоение кожи головки. Это говорит, в общем-то, за отсутствие кандиды больше, чем за ее наличие, потому что для кандида все-таки характерный такой крошковатый налет, там где он похож на какую-то творожественную массу. Здесь же картина совсем другая, если даже брать клинический аспект. Однако мы не потрудились и взяли анализы на грибу кандида, все их 8 разновидностей и посев на кандиду, также посев на бактерии, однако обнаружили вариант нормы. В этом случае мы всегда обследуем кожу на аллергии и естественно путем сдачи крови соответственно. В этом случае конкретно обнаружилось очень большое повышение цикулирующих иммунных комплексов. Это один из аллергических анализов, который отвечает за то, что антитело и антиген соединяются, и это вызывает иммунную реакцию, в том числе в коже, в виде ее отслойки. Поэтому использование противогрибковых препаратов не должно было ничего дать при лечении подобного болонопастита или болонита, как угодно его назовите. Что в этом случае нужно делать? Нужно привлекать в этом случае иммунологов, обследовать иммунологички, что было сделано. Нужно назначать внутривенный натрий, асульфат, кальций, глюканат, азон, в ряде случаев даже препарат сорбента по типу гемодеза. Нужно обследовать на пищевую непереносимость и по-другому работать с пациентом, учитывая аллергическую причину, вот подобные отслойки на головке члена. Из наружных препаратов можно рекомендовать смягчающие препараты по типу, соответственно, радовиты, виды стима, но ни в коем случае не гормональные препараты, которые, в общем-то, еще больше истончают кожу головки члена. Также данному пациенту была проведена фотодинамическая терапия, то есть нанесение наружно фотосенсибилизатора и, соответственно, облучение специальным фотодинамическим лазером для того, чтобы обновить кожу на головке полового члена. Без сомнения, данную проблему не решить без иммунологов, без его грамотной консультации и диагностики по причине наличия большого количества этих циркулирующих иммунных комплексов приеда, оно было на постите. Поэтому, если ваше покраснение головки не проходит от любимыми всеми врачами-малярами тридерма и акридерма, это они любят, знают, и, наверное, это единственное, что они знают по поводу головки полового члена, то вы можете обратиться в наш медицинский центр «Платный КВД» в Москве. В таком случае нужно сначала попытаться установить причину подобного покраснения. Ждем вас наше клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube, наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.